Расскажу вам историю своего личного сопротивления пионерами. Я стала в 1984 году. Так что мое пионерское детство совпало с закатом движения. Хотя я успела поучаствовать в Зорнице, быть избранной председателем совета отряда и членом совета школьной дружины. Мне нравилась возможность участвовать в обсуждении жизни школы, самоуправлении. Это было воспитание ответственностью. Перестройку моя семья, как многие другие, в Советском Союзе восприняла и приняла с энтузиазмом. Но когда все начали снимать пионерские галстуки, я это не сделала. Потому что не понимаю и не принимаю давление власти. Предполагаю, что примерно то же самое произойдет с запретом Георгиевской ленты. Увидим через две недели 9 мая. А пока я обратилась к самому сведущему в военной историографии человеку в Молдове. По моему мнению, Алексею Петровичу. Он мне рассказал историю Георгиевской, ну или там, Гвардейской ленты. Слушаем. Алексей, все-таки Гвардейская или Георгиевская ленточка? Как правильно говорить? Желтая или оранжевая? Если мы говорим о наградах до 1917 года, вот образцы, это оригинальные награды Первой мировой войны, то эта лента, это лента знака отличия Ордена Святого Георгия. Соответственно, Георгиевская лента. Если мы говорим о событиях Великой Отечественной войны, то мы говорим Гвардейская лента, либо лента Ордена Славы, либо медали за победу от Германии. Вот я кладу их, кладу их вместе и прошу вас найти 10 отличий. Ну, хотя бы 2, да. Да. Ну, имеется в виду, что, понимаете, что ленты как бы от времени, они, конечно, повыгорали, как бы, да, то есть они... Но, тем не менее, ни одной из них желтой я не вижу. Да, если есть, то... Желтый цвет использовался, именно где было прописано желтый цвет, использовался до того, как был введен знак отличия Ордена Святого Георгия, то есть для солдат и матросов, то есть для нижних чинов. Сейчас мы говорим о ленте в годы Великой Отечественной войны Гвардейская лента, потому что в 1941 году, в 1942 году была создана Советская Гвардия, и отличительным знаком, к примеру, Морской Гвардии, да, был вот такой вот, вот такой вот знак, то есть прямоугольник с Гвардейской лентой, то есть двух цветов. Если мы возьмем, вот я специально подобрал эту литературу, да. А можно вообще начать, вот действительно, с Георгиевской, почему, кому, во-первых, кому и за что именно вот эти, это ордена, это медали? Это знаки отличия, то есть они считаются, как бы, да, это орден, это медаль. Да. Значит, вручались непосредственно за подвиг на поле боя. Это единственная награда была в Российской империи, которая не могла даваться за выслугу лет, а могла вручаться только на поле боя. Сам орден вручался непосредственно офицерам, то есть генералам различного рода. Орден как у нас называется? Орден Святого Георгия. А в начале 1807 году был учрежден знак отличия для нижних чинов, то есть для тех, кто решает судьбу боя, собственно говоря, на непосредственно бит, для солдат, которые эту победу добывают. И вот для них были введены вот такие вот, так называемые, солдатские кресты. Георгиевские кресты. Да. Вот. К ним же, потом впоследствии была введена и уже при Николае II была введена и медаль. Вот она тоже здесь представлена. Если говорить о преемственности армии, Красная армия, а затем Советская армия и Российская царская армия, насколько много, вот помимо Георгиевской, Гвардейской лент, еще элементов, символов перешло из одной наградной системы в другую? Есть ли еще примеры? Орден Александра Невского, который был в Российской империи, который был воссоздан во времена Великой Отечественной войны и который после распада Советского Союза был воссоздан в Российской Федерации. На сегодняшний день, больше, по-моему, примеров я сейчас вам не готов сказать. Вот, пожалуй, по-моему, все. Что касается современной системы наградной российской, то там, конечно, там больше. Там и отвага осталась, медаль за отвагу осталась, медаль за боевые заслуги осталась, медаль Жукова. Герои тоже есть только, да, в Российской Федерации. Вопрос по, почему Георгиевская лента перешла, вот что в ней такого символичного? Потому что мы знаем, что там кавалер Георгиевского креста или Георгиевский крест, это был, ну, как высший знак отличия. То есть вот это был, точно все знали, что герой первой мировой, что это действительно человек отваги, необычайной просто. Почему именно это, это отличие, вот эти цвета, эта лента перешла затем в советскую систему? Есть какое-то понимание, это действительно просто было так важно, вот эта преемственность? Когда создавался Советский Союз, когда к власти пришли большевики, вы помните, они сначала отказались полностью от всего. До основания, да, да, да. И пострадали тогда и памятники, и Суворову, и Кутузову, и тому же Скобелеву. Извините меня, прямо скажу, что была практически уничтожена могила князя Багратиона на Бородинском поле. Но когда наступило настоящее испытание, испытание, которое, в общем-то, поставило под вопрос само существование России, само существование Советского Союза и народов, входивших в Советский Союз, тогда Верховное руководство Советского Союза пришло ко мнению, что необходимо все-таки людям, нельзя лишать их опоры. Надо вернуться к былым традициям, к славным традициям боевого прошлого. И мы впервые слышим в речи Верховного главнокомандующего Сталина, слышим призывы к возврату к образу предков в речи 7 ноября 1941 года. И даже есть обращение братья и сестры. Да. Братья и сестры, это было обращение 3 июля, сразу после начала войны. Это кричайше, потому что это фактически, ну, я бы сказала, это больше церковное. Церковное обращение, да. А 7 ноября мы слышим от Сталина слова «Пусть вдохновляет вас в этой войне образ ваших великих предков». И он перечисляет Пожарского, Минина, Суворова, Кутузова, Невского, Нахимова, Ушакова, Богдана Хмельницкого. Все эти герои, все эти полководцы были в 1942 году возвращены в пантеон славы Советской наградной системы. И тогда же у нас появляются ордена Невского, ордена Суворова, Кутузова. И тогда же появляются, это все эти ордена предусматривались для офицеров, и тогда же у нас появляется солдатский орден славы. Ну, как похоже, да, на самом деле, просто вместо креста звезда. То есть, вы правильно рассказали о том, что когда человек шел с Георгиевским крестом, это было всем известно, что это идет герой, настоящий герой, который получил этот орден на поле брани. Орден славы – это высшая солдатская награда, которая вручалась только солдатам и сержантам непосредственно за подвиг на поле боя. У Георгиевского креста было 4 степени, у ордена славы 3 степени. И именно тогда была возвращена вот эта вот лента, которая символизирует и в идее разработчиков, авторов Георгиевского креста, и в идее разработчиков ордена славы символизирует порох и славу. То есть, порох на полях сражений, дым полей сражений и вечную славу, которую завоевывают... То есть, какого цвета это порох? Порох черный? Ну, имеется в виду дымы пожарищей, снарядов. А, тогда оранжевый, да. Я просто пытаюсь не разгадать. Я человек не военный. Да. Соответственно, полный Георгиевский кавалер, он, будучи даже солдатом, он имел очень высокие привилегии. То есть, и вообще Георгиевский кавалер, и это были люди, которых особо посчитали в армии, они пользовались определенными привилегиями. То же самое было и по отношению к кавалерам ордена славы. То есть, трижды кавалер ордена славы, полные кавалеры ордена славы, приравнивались к Героям Советского Союза. То есть, впоследствии после войны. В том числе и наши соотечественники. Есть несколько человек, которые были удостоены трех степеней ордена славы. И еще один момент, о котором я не могу не упомянуть. Обязательно хотел об этом рассказать. Ордена славы заслужили не все. Но все, кто побывал на Великой Отечественной войне, все, кто с нее вернулся, все, кто находился в действующей армии и держал в руках оружие, по окончании войны был удостоен самой многочисленной награды Великой Отечественной войны. Медали «За победу над Германией», на которой изображен профиль Верховного главнокомандующего Сталина. Нанесена надпись «Наше дело правое, мы победили». Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года». Фактически все выжившие, дошедшие, да, потому что, я думаю, что пленным вряд ли, или... Все, кто дожил до 9 мая и находился, и прошел войну, все были удостоены этой медали. Те, кто трудился в тылу, были удостоены наградой за доблестный труд Великой Отечественной войне. Там другая лента. Но самая многочисленная награда вообще в наградной системе Советского Союза – это медаль «За победу над Германией». Так вот, все ветераны, которые прошли войну и остались живы, ее получили, эту награду. Впоследствии еще один отличительный знак, который тоже можно наблюдать на мундирах, на пиджаках наших ветеранов – это орден Отечественной войны. Вот он на открытках, вот он, да, очень известное изображение. Орден тоже разработанный в годы Великой Отечественной войны. К 40-летию победы этим орденом были награждены все, кто дожил к этому юбилею. То есть были споры по этому поводу, потому что награда была боевая, получить ее на фронте было довольно сложно. Но в 85-м году решили эту награду свести до уровня нагрудного знака. И каждый, кто дожил до 85-го года, ветеран-солдат имел на груди вот такой орден, вот такую медаль. Для чего это было сделано? Люди уходили на фронт, большинство населения деревенское. А в деревне как? Ну, как можно выбиться в люди? Как показать? Я ушел на фронт и вернулся без единой медали. Нашивки за ранение. Ну, пришел весь поштопанный, перешитый, побитый. А ты на фронте-то что делал? Хоть медаль-то одну заслужил. Это же как бы ведется у нас еще с давних пор. Наши предки воевали еще вот с этих пор воевали, еще дальше от этого. Как говорил Василий Теркин, не глядишь, что на груди, а глядишь, что впереди. И когда человек возвращался домой с войны, а ты хоть немца-то одного убил, и для того, чтобы обозначить тех, кто воевал, он должен был вернуться хотя бы с одной медалью. Хотя бы с одной медалью, чтобы было видно, что он был на войне. И вот для этого была учреждена эта медаль. Идем дальше. Последней перед... Эта награда считается тоже боевой. Да. Боевая награда. Последней наградой за взятый город, за взятие Берлина, 2 мая 1945 года. И мы здесь видим какую ленту? Гвардейскую. Эту же самую ленту мы здесь видим. А все-таки тогда говорили гвардейская или георгиевская? Тогда говорили гвардейская. И обозначали ее как гвардейская. И, ну вот опять же, я специально подобрал здесь несколько источников. Лента славы. Еще одно название. Лента славы. Вот здесь, в частности, в этой... Хорошее название. Да. То есть, ну пожалуйста, пороховым дымом окутаны дороги солдат, опалены огнем славные солдатские знамена. Потому и лента, на которой носят солдатский орден славы, под цвет пороха и пламени. Порох и пламя. Порох и пламя, да. Тогда понятно. Черный и оранжевый. Я понимаю, что есть кроме времен Великой Отечественной войны, есть еще послевоенные. Правда? Впоследствии этот символ перекочевал, безусловно, в все, что было связано с Великой Отечественной войной. Перекочевал в послевоенные награды. Вот мы смотрим, к примеру... Пятидесятилетия. Да, в сорокалетие победы в Великой Отечественной войне. Вот она лента. Вот мы смотрим юбилей победы, 50-летие победы в Великой Отечественной войне. Награды, которые были... И вот, к примеру, медаль Жукова. Угу. А она за что вручалась? Она вручалась тоже всем участникам Великой Отечественной войны к юбилею... 96-го года. ...маршала победы Георгия Жукова. Понятно. На сегодняшний день эта награда вручается в Российской Федерации. Она несколько изменила статус. Первоначально она вручалась всем ветеранам, сейчас она вручается и военнослужащим. В том числе не только в Советском Союзе. Это уже вручалось в России, это уже в российской наградной системе, эта медаль сегодняшняя вот так выглядит. На Украине была учреждена медаль «Защитник Украины». Ну и голубой цвет, да, потому что всегда был такой голубой цвет. Цвета украинского флага, вот он, синий цвет, вот она, желтая каемка. И главным центральным символом является гвардейская лента. «Защитник Украины». Помимо того, что после войны ветераны носили награды, боевые награды, юбилейные награды. После войны учреждали, каждое воинское соединение учреждало свой ветеранский клуб. То есть ветеран 65-й стрелковой дивизии, ветеран 8-й гвардейской армии, ветеран 5-й ударной армии. Для каждого из них вот эти ветеранские клубы разрабатывали нагрудные знаки. Отличал, что вот они собирались, ветераны. И вот несколько таких знаков мы тоже представились. Вот здесь мы говорим про ветеран войны, 6-я гвардейская танковая армия. А вот все-таки почему выборы именно этой ленты? Она, ну вот само название гвардейская, да? Насколько я помню, это какой-то вообще некий такой высокий очень статус для гвардеец. Ну, гвардия это всегда отборные войска. Это всегда войска обученные, это всегда войска, которым поручались самые сложные задачи. Это войска, которые всегда были впереди. Я скажу, наверное, в советские времена, вот когда я была ребенком, подростком, такое же отношение было к десантным войскам. Вот, наверное. Вот как это? Практически на сегодняшний день, по крайней мере, в той же Российской Федерации, все десантные войска, все, они являются гвардейскими. Ну вот, вот и объяснили, да, вот и преемники. И в этой связи, но еще раз повторюсь, связь между орденом дореволюционным и орденом уже... Ну, прямая, здесь просто посмотрели, действительно аналоги, что вместо креста звезда. Да, то есть это очевидно, видно, потому что это награда, заслуженная на поле боя. Да, есть медаль, есть, допустим, орден Красной Звезды, к примеру, есть, да? Человек мог получить его и за поимку бандитов в тылу, за выслугу лет мог получить его, да? А вот орден славы он мог получить только на фронте, да? Орден Святого Георгия солдат в тылу получить не мог. Он мог получить только на поле боя. И именно поэтому было десятки орденов в Российской империи, но взяли за основу именно эту ленту. И разговоры о том, что эта лента не имеет никакого отношения к Великой Отечественной войне. Эта лента появилась в 2005-2008, не знаю еще в каком году, никогда никто ее не носил. А может, вы не обращали просто внимания? Может, вы не обращали внимания вот на такие вот ордена, вы не обращали внимания? Может, вы не обращали внимания вот на эти знаки, где эта лента присутствовала? Да элементарно. Открытки, которые вон из детства, вон можно посмотреть. Какой ты? 1972 год. Но тебя ни меня не было еще, наверное, даже в планах. Вот, 1985. И тут вот куда ни... И в этой связи, конечно, эту дезинформацию запускают люди либо невнимательные, либо люди, которые намерены историю. Ну, намерены, может. То есть, надо просто всмотреться. Я в одной из своих публикаций публиковал военно-исторические объекты на территории нашей страны. Памятники на братских могилах советских воинов, памятники односельчанам, где используется символ гвардейская лента. Их десятки. Десятки. Объясню свое мнение, почему эта лента появилась, как широко стала распространяться в 2005 году. История уходит. Уходят из жизни участники той войны. И возникла идея отыскать какой-то объединяющий символ, который объединил бы всех. Серп и молот. В некоторых странах он уже был к тому времени запрещен. Уже к тому времени он был запрещен. В некоторых странах бывшего Советского Союза он был уже к тому времени запрещен. Тюльпанчики тоже вот рисуются. Но с тюльпанчиками можно на любой другой. На 1 мая, может. Да, в этой связи широко использовать орден Отечественной войны или знак серпа и молота не решились. Орден Победы. Ну, орден Победы получили всего несколько полководцев. Да, он действительно тоже символизирует победу в Великой Отечественной войне. Но кто может его носить? Да. И вот символом, именно символом Победы была выбрана именно вот эта вот гвардейская лента, которая вот эта вот славобудия георгиевская, гвардейская. Я еще раз возьму, еще раз положу это на руку, чтобы было просто понятно. Здесь, вот здесь есть отличие, вот здесь. А вот здесь отличия никакого нет. Абсолютно никакого. Вы считаете, что это промежуточный этап между вот этим, да, и современностью? Вот. И в этой связи был выбран именно этот символ. Символ воинской славы, воинской доблести, который продолжили везде изображать, который стал, стали изготавливать ленты, которые никто, людей не обязывал эти ленты носить. То есть их раздавали добровольно, люди добровольно для себя решали эту ленту, хранить ее в машине, повязать ее на антенну, приколоть ее на грудь. Безусловно... Были, да, и переборы там с собочками. Безусловно, были переборы. И лично мое мнение, лично мое мнение, что, безусловно, эту ленту необходимо использовать исключительно в мероприятиях, касающихся увековечения памяти, исключительно уважительно к ней относиться, не вязать ее на какие-то предметы, значит, там, на антенну, когда люди вяжут ее. Я, например, против этого, потому что машина ездит по... Грязная. Она становится грязной. Да, потом... Пренебрежение. Что ты потом с этой лентой делаешь? Когда она превращается в вот этот вот веник, и ты потом что, снимаешь и выбрасываешь? То есть как бы это неправильно. Но это символ, это, безусловно, символ победы. Ну и неотъемлемый, судя по всему. Для тебя действительно принципиально, как она называется сейчас? Нет. Потому что сути дела это не меняет. Я вообще предлагаю ее просто называть действительно лентой славы. И нет споров. Тем более, это вариант, который... Да, тем более, я же говорю еще раз, что вот они рядом лежат, и они символизируют славу. Преемственность. Преемственность и воинскую славу. Воинскую добрость, воинскую славу. Поэтому славоблудие о том, что лента гвардейская, георгиевская, называйте правильное и прочее, суть дела от этого не меняется. Лента имела отношение и имеет отношение к подвигам на поле боя. Лента имеет отношение к победе над Наполеоном, который хотел захватить весь мир. Лента имеет отношение к победе и к войне Первой мировой. Но ты же видишь, из истории пытаются вычленить только Великое Отечественное. Только. Никто не говорит о том, что любой рожатный подвиг, это все равно как бы ты потомок тех, кто до этого одерживал какие-то победы. Ну и мы об этой приятностей говорим. Мы говорим о возвращенных в самый разгар войны, мы говорим о возвращенных полководцах, мы говорим о возвращенных погонах, мы говорим о возвращенных воинских званиях, которые были возвращены дореволюционных. И то, что советскому руководству понадобилось дойти до границ Москвы и Сталинграда, чтобы осознать, что нельзя отказаться от многолетней, многовековой истории, перейти через колоссальные испытания, отказаться от религии, а потом про нее вспомнить. И на фронте сражались авиационные эскадрильи Александр Невский, танковая колонна Дмитрий Донской и множество военной техники, построенные на средства церкви, православной, русской православной церкви. Это показатель того, что именно такие тяжелые испытания заставили страну всколыхнуться и вспомнить о том, в 2021 году, в 2022 году, в 2017 году. Мы живем гораздо дольше. И перед нами стоят наши великие предки, которых мы не имеем права забывать. Спасибо огромное, Алексей, за разъяснительную беседу. Думаю, она будет гораздо более показательной, наглядной, нежели все эти посты в Фейсбуке. И спасибо вам за вашу работу. Да, спасибо. Это все, что успел рассказать сегодня. Встретимся через неделю здесь, на НТВ Молдова.